Павел, вот хочу, значит, сделать подарок, потому что, когда я тут выступаю, в конце мне дарят такую майку. Вот, я решил тоже не отставать и подарить Павлу. Вот я сейчас занимаюсь концертами на Антисельгере, и там вот всем выдают вот такие майки. Они прям так, без целлофана, просто куча таких майк была сделана. Вот тебе на память. Спасибо. Антисельгере, это как это? Форум Антисельгер, который сегодня имеет последний день. Кто-нибудь был? Не были, да, на Антисельгере? Вот, кратенько расскажу и мое там участие, в чем заключается. Ну, вы знаете, вот это Химкинский лес, Черикову, все, что там происходит с Химкинским лесом, уже не первый год. Противостояние экологов и жителей Химок борются они с строительством трассы. Вот, как вы понимаете, их обманули, им пообещали, что ничего не будет строиться, когда в прошлом году была демонстрация на Пушкинском. А потом, мы сказали, вы знаете, уже там все вырубили, так что теперь делать? Это уже поздно. Ну, теперь, теперь ситуация принимает, как бы, следующий этап. Ну, на самом деле, я видел там просеки, это уже вырублено, все, там уже все вырублено, да. Но, вот те люди, которые этим занимаются, вот сами, и вот эти экологи, и вот тоже Химкинский, кто там все время присутствует, они борются не сколько вот с самой трассой, вот с дорогой, а не борются вот с так называемой инфраструктурой, которая налипнет вокруг трассы. Все эти, вот эти, что там, Икеи, вот эти все Леруа Мерлены, ну, вот то, что с другой стороны Ленинграда сейчас. А это, там, гостиницы, не знаю, может там и апельсин это построить, я не знаю. Ну, там огромная планируется инфраструктура торгово-развлекательная, которая там имеет, ну, для тех, кто вот ее туда хочет сменить, внедрить это золотое, естественно. Все новое, как раз, очень. И поэтому вот они сейчас борются за то, чтобы это не произошло. Вот будет дорога, вот само шоссе, по которому есть, и никаких вот этих вот, никаких бензоколоночек, ну, ничего, никаких вот этих кафешек, с чего начинается, а потом пошло, в дом Икеи. Вот, значит, и открылся этот форум позавчера в пятницу, вчера был, значит, второй день, и сегодня вот последнее закрытие. И организаторы обратились ко мне с просьбой о помощи, потому что они хотели, чтобы в конце каждого дня у них там был рок-концерт. И в виде, как не удалось организовать концерт в поддержку Троицкого, а из-за того, что вот этот форум антиселегер, он до последнего момента был тоже под угрозой срыва, вот, я не знаю, если вы следили за новостями, я даже первый раз в своей жизни подписывал письмо президенту. Вот и до чего доработал с вами. Василий Шумов, музыкант, запятая, продюсер. А со мной его подписал чемпион мира по боям без правил. Второй авторитет. Вы не знаете его, нет? Нет. Не следите? Ну, бои без правил представляете, что это такое, да? Павел Багаянгов, по-моему. Ну, знаете, да, без правил, такая клеточка, туда запускают. Вот кто живой выходит, тот и победил. Вот, и он. И, значит, сама Чейкова, и вот наш известный старый ветеран правозащитного движения Людмила Алексеева. Вот мы в Читеропе писали письмо. Ну, не знаю, то ли это письмо повлияло, то ли еще что-то. Или все по совокупности. Не разогнали. Не разогнали ничего. И когда я туда ехал в пятницу, днем, я приехал пораньше там, потому что еще аппаратура несколько нужно было там саундчеком заниматься. И стоит, где кончается асфальтовая дорожка, где уже такая грунтовка пошла в лес, стоит несколько машин ДПС. Вот. Я думаю, ну, сейчас все-все разворачивается. Потому что по радио говорили, пока ехал в машине, что там стягивается сила ОМОНа. Ну, то есть все-все развещает, как всегда. И ничего. Крайне вежливый этот капитан меня вез таксист. Он взял у таксиста права, переписал права. И говорит, вот мы всех переписываем, кто въезжает, просто для безопасности. Все, пожалуйста. Причем крайне доброжелательно. Все, мы туда приехали. И там на УАЗике полковник ездит. На УАЗике полковник вот этой полиции, теперь ездит. Так, премьер-тремь туда-сюда и ходит, общается там с народом. Крайне доброжелательно. То есть вообще от силовой структуры никаких нет проблем, ничего нет. Они как содействуют даже. Вот. А буквально это могло быть на 180 градусов по-другому. Ну, опять же, где-то у кого-то хватило. А фуизбочники они все очень верят. Кто? Фуизбочники. Я так по милицейских ворохам. А ему все угодно. Нет, у него вилег на УАЗике такой. Родился в нем. Ну да, и вырос. Чего? На право. Вот. И, значит, из-за того, что они экологи и правозащитники и журналисты, там, кто, в общем, можно назвать, относительно назвать оргкомитетом, потому как таково тоже оргкомитета никакого и нет. Никаких формальных структур нет. Вот. Кто как может соберу по нитке. И вот они меня попросили, значит, помочь, чтобы прошли успешно эти рок-концерты. Ну, я им помогаю. Вот. Было в пятницу. Значит, рок-шоу. Вчера было рок-шоу. И сегодня у нас закрытие концерта. Вот кто спрашивал про Барзыкина, сегодня там будет Михаил Барзыкин наступать в группу телевизора, пожалуйста. Вы еще спокойно туда доедете. Там начало 8-8.30. А я вас особо здесь не задержал, потому что я самому знал, где ехать. Вот. Сам этот чемпион мира по боям бесправил. Проводил мастер-классов. Он хороший борец. Он еще, как мне говорят, я попсу под фонограмму пою. Или под гитару. У него на сайте есть. Он говорит, послушай. Просил меня иметь. Какой вес? Вес такой. Он меньше меня размером. А, маленький такой. Вот так вот, если не знаешь, кто это, да? Ну, правда. Можно ему послать день там во дворе. Я не советую. Не советую. Потому что там он показывал, кстати говоря, наверное, больше никого не нашлось на Навальном. Вчера показывал какие-то приемы, как там вырываться из захвата, из-за какого-то. В общем, Навальный уехал с подозрения, что оба ребра сломали. А девушек он обучал, как отбиваться ключом в подъезде от насильника. От дверного замка ключ, чтобы убегать? Да, да. Ну, вот, потому что единственное, чем защищать, у человека всегда ключ есть, вот, от квартиры. И вот обычно в этот момент на него кто-то нападает. Вот. Иначе он и показывал, как девушкам приходит биваться вот от этих нехороших дядь, которые нападают из-за подъездах. А что ты сомневаешься? А? Ничего себе вся ложка. Ну, как я понял, Навальный требовал, чтобы он, реально его, сделаешь, наверное, поаккуратнее, а он тебе, ну, давай, давай, не бойся там, не бойся, мне не больно. Ну, как же, говорю, брат. Вот. И там вчера были, мне сказали организаторы, судя по количеству мисок с гречневой кашей, которая выдавалась из полевой кухни, которая подарила Антиселлигеру партии яблоко. Хорошая, кстати говоря. Маков был такой, собиратель, коллекционировал Маков. Вот, значит, теперь яблоко управляло кухней. Нет, это, на самом деле, там у них их какой-то такой пивачок, и там вот кухня стоит. И откуда она появилась, я, мне просто, что вы мне сказали, я вижу, яблочники делают эту кашу. Каша была хорошая, мне понравилась. Каша с луком и с тушенкой. Хорошая. Так вот, по количеству этих тарелочек они посчитали, что вчера там было более тысячи человек. На самом деле, было много народов. И было необычное впечатление, что там вот такие настильчики такие из досок, микрофон и пара колонок. Вот одна, и там метр к пятидесят, и такая же вторая. И вот люди говорят там разные, обсуждают разные ситуации. Так вот, на одной говорил такой, которого запретили ДПНИ. Как его запретили националистам. Поткин, да? Поткин. Или Демушкин, вот какой-то вот. Ну, кто-то вот из них. Вот он стоял и говорил. На другой стоял и говорил Метрохин. Вот одновременно. Пожалуйста, туда-сюда. И все нормально, все как-то друг с другом. Не было никаких, чего я не заметил, там ни одного, ни конфликта. Не было никакой вот этой напряженки. Там люди ходили, один ходил просто вот реально, одет как индейец. Там вегвам стоит, он делает какие-то инициации какой-то племени индейца. Нет, не абориген, индейец. Вот я в Америке таких видел. Я не знаю, какое тут племя, в химках живет. Химкинский индейец. В районе Лос-Анжесе время Чумаш называется. Чумаш. Вот. Так что все очень, у меня вот два дня подряд было шикарное впечатление, погода была великолепная. Очень хорошая атмосфера. Интересная реакция. Вот, пожалуйста, ключами так отбиваться. Поддитов можно узнать. Вот. И, значит, сегодня у нас заключительный день рок-рок программы. Хорошая аппаратура. Все музыканты говорят, вот ты выступал, говорят, хорошо все на сцене звучит. Это, ну, кто не знает, обычно в таких концертах звучит все не очень хорошо, потому что, ну, сцена посреди релиза стоит. Вот. Трудно добиться. Нет, хорошо, хорошие ребята. Все звучит хорошо. Так что, если у вас после этой встречи у вас будет желание, пожалуйста, прошу. Там сегодня еще будет концерт с участиями телевизора. Захармай. Да, планируется Захармай. Ну, планируется еще группа 9. И молодая группа называется Лисичкин Хлеб. Покажи, молодая, потому что это 15. Ну, для меня молодая. Я тоже лет 30, но сам. Вот. Значит, есть ли какие-то вопросы по Аниселегеру? Да, есть. А кто все это финансировал? Потому что мы знаем, что вот это знаменитые летние лагеря на Селегере наших, там уже огромный день, круто. Ну, тут понятно, что затраты меньше, но кто-то же... Значит, я вот точно знаю, что происходит с рок-концертом. Потому что я продюсер рок-концерта. Значит, все, что касается рок-концерта, все происходит на безгонорарной основе. Все музыканты, которые там выступают, и я сам как продюсер, и так же я там выступаю, все это происходит как... Для меня это благотворительность, вот то, что я делаю. То есть, мне никто ничего не платит. Музыкантам тоже. А аппаратура? Вот. Значит, аппаратуру они арендовали у профессиональной фирмы. Это надо с ним... Я не имею вот всех нюансов, так. Но по цифрам, которые я слышал, они открыли тоже, то ли на Яндексе, то ли где-то, тоже какой-то кошелечек. А, то есть просто скинулись, да, все? Нет. Так на него попало, по-моему, 20 тысяч рублей аж. Аж. С тем Селигера, там, сколько там, в миллионах, в миллиардах там. Вот. И так вот все, если смотреть, что там происходит, вот эта полевая кухня, еда и вода, это ее кто-то просто как дотация от кого-то. Вот и как я пол-то партии яблоко обеспечил, по крайней мере, это я слышал. Если вы говорите, это там еще кто-то, вы знаете детали, то... Я не знаю. Нет, я вот. Да, Марк перед тобой. Нет, Ломаков, это я просто про полевую кухню сказала. А так вообще-то сейчас пытается там везде тусоваться Миронов. Он там вчера был, залез на бульдозер и толкал речь с бульдозером. Айбу говорили, я не буду вот это матерные слова, типа, которые там, ну и сами вставить их, продолжать. Типа, а где ты раньше был? И вот там несколько матерных слов вот ставьте вот-вот. А он это объяснял. Ну раньше я же не мог говорить то, что я думаю. Мой высокий государственный пост не позволял мне говорить то, что я думаю. Бройневик искал. Нашел бульдозер в Химкинском лесу и требовал этого несчастного парня, который сидит в этом бульдозе. Ну-ка документы разрешающие, все покажи. Поэтому из этих, из Госдумы там еще были какие-то менее-менее известные лица, чем Миронов, допустим, как он широко известен, потому что он все время то в телевизоре, то везде. Там были еще, мне говорили, приезжали какие-то депутаты Госдумы. Но также вот опять, я лично видел часть речи вот этого Митрохина. Сегодня там будут еще планируются, вот днем, вот сейчас солнышко вышло, сейчас они, наверное, все уже стоят на трибуне и там толкают речь. Я, кстати говоря, вот для себя узнал полезного из речи Митрохина. Вы знаете, кто это такой, да? Вот лидер партии Яблоко, который, значит, тоже активен. Активно появляется в средствах массовой информации. Ему практически задавался один вопрос, почему он не объединиться с другими вот такими же практически демократическими правыми силами, типа там солидарности или еще там. Ну какие-то есть, уже которые где-то объединились, вот партии Народной Свободы, которые сейчас регистрируются, там неизвестно, чем кончится. Но, по крайней мере, Яблоко стоит, ни с кем не объединяется. Вот что он говорит, вот это я узнал просто как из первых рук, он говорит такую вещь, что у нас есть решение партийное об объединении, которое включает в себя какое-то условие, что все вот эти, которые были СПС, они должны покаяться в том, что они создали олигархов, они создали Ельцина и они создали Путина. И более того, что сейчас эти вот эти, кто вот бывший СПС, ну теперь как-то они там уже называются по-другому и какие-то у них другие там, значит, объединения, получается, что они сейчас хотят сделать опять 90-е, вот типа они сейчас борются против, там, ну, против вот этой власти, которая сейчас есть, но судя по их программе и по их заявлениям, они опять хотят сделать так, как же было в 90-е. То есть вот Митрохин очень, как бы, затрагивает вопрос, почему они опять поддерживают олигархов? А у них есть, у яблочников есть точная там какая-то программа, чтобы без олигархов. И вот это, и как я понял, что вот какая-то бумажка там, политбюро вот этого яблока есть, и вот они через нее не могут перешагнуть. Все сидят и говорят, давайте объединятся все. Потому что разговор-то еще с этой бумажкой, может, сказать, 10 лет, с твоими там постановлениями, политбюро, что при каких условиях можно объединиться. Вот, то, что вот я для себя узнал полезного, в чем причина необъединения? Я считаю, что это недальновидно, потому что сейчас единственное, что можно объединиться, что что-то поменялось. Чтобы что-то поменялось. А так вот можно сидеть там по своим этим мелким группам, со своим постановлением политбюро, и говорить, что вот у нас тут написано, вот вы давайте тогда под это дело идите кайтесь. Идите, катитесь за олигархов, за Ельцина. Я еще узнал, что есть такой термин «ранний Путин». Вот не зря постоял там. А я еще стоял, потому что это недалеко от моей сцены, меня попросили минут на 20 пору концерт отложить, а то заглушат сразу же все, все ораторы заглушатся. Он на самом деле громкий аппарат. И вот я стоял, слушал, вот узнал, что есть такое выделение в карьере Путина «ранний Путин». Типа, как я понял, это хороший Путин. Может, ранний? Ранний, на смысле, молодой, да ранний. На раннем этапе, как-то вот он. А потом все, ну, вот что сейчас. А сколько этапов классификации Путина? Я не знаю, только ранний. И соответственно, наверное, не ранний. Может, еще где-то есть. Вот они вчера там, они знают, они в этой теме находятся, они все знают.